здравствуй дорогой друг меня зовут евгений базаров я системный психотерапевт расстановщик и я благодарю тебя за проявленный интерес к медитациям на этом канале как психотерапевту мне всегда хотелось чтобы как можно большее количество людей получили пользу исцеление благодаря тем методам которыми я работаю поэтому медитации на этом канале созданы специально для того чтобы ты мог проработать хронические состояния дискомфортное чувство бессознательное ограничение убеждения в комфортных для тебя условиях не выходя из дома с помощью этих аудио медитаций подчеркну что эти упражнения направлены именно на проработку хронических состояний это значит что если ты будешь делать все честно ты можешь раз и навсегда избавиться от тех дискомфортных чувств которые тебя беспокоят я использую техники которые использую с клиентами на своих сеансах поэтому эта полноценная психотерапия в подарок тебе и твоим близким чем мы работаем в медитациях в медитациях мы работаем с хроническими состояниями что такое хроническое состояние хроническое состояние это эмоциональное состояние которое возникает в твоей жизни регулярно и снижает качество твоей жизни приносит тебе дискомфорт это может быть тревога обида вина какие-то регулярные страхи одиночество гнев раздражительность и другие эмоциональные состояния которые возникают у тебя регулярно хронические и которые приносят тебе дискомфорт каждое хроническое эмоциональное состояние возникло когда-то в прошлом для чего-то они все хорошие имеют определенную цель или функцию соответственно осознав причины возникновения того или иного эмоционального состояния и проработав их должным образом ты можешь раз и навсегда избавиться от этого состояния тебе необходимо осознать то чувство которое тебя беспокоит что это за чувство как она называется найти подходящую аудио медитацию на этом канале либо в точности работающую с этим чувством либо работающая с похожим чувством и просто следовать инструкциям в упражнении пока ты не добьешься тех результатов которые ты хочешь конкретно эта медитация работает с темой любви к себе очень часто мы относимся к себе критически мы сомневаемся в себе чувствуем неуверенность и это та медитация которая поможет вам избавиться излишне критического отношения к себе и выработать состояние заботы о себе любви к себе принятия себя если эта работа принесет тебе благо пожалуйста поделись этой записью с теми кому это действительно нужно со своими друзьями близкими чтобы как можно большее количество людей могли получить пользу от этой работы полный комплект медитаций с советами по самостоятельной терапии с их помощью ты найдешь по ссылке в описании пусть эта работа принесет тебе максимальную пользу и так сейчас мы выполним упражнение садитесь поудобнее расслабьтесь и можете закрыть глаза прежде чем мы начнем давайте я вкратце расскажу что мы будем делать мы будем работать с активным воображением свободными ассоциациями и для этого сначала вам необходимо будет расслабиться мы сначала сделаем небольшой процесс который поможет вам расслабиться и затем перейдем непосредственно к упражнению я бы хотел еще раз подчеркнуть что мы работаем в режиме свободного воображения свободных ассоциаций поэтому не стоит во время этого упражнения слишком сильно напрягать сознательный разум работайте с теми ассоциациями образами символами которые приходят к вам процессе естественно непринужденно процессе этого упражнения мы будем использовать метафору внутренних частей частей вашей личности я буду просить вас представить эти части перед собой в пространстве вашей комнате работайте с тем что первое приходит в голову как эта часть вам представляется так и и представляете также в процессе этого упражнения мы будем использовать прием который называется диалог с проекцией вы будете разговаривать с персонажами в вашем воображении понятно что вы разговариваете не с реальными людьми но для цели этого упражнения попробуйте сделать его честно от начала и до конца для выполнения некоторых шагов этого упражнения вам потребуется время чтобы слишком сильно не удлинять эту запись я не буду делать длинных пауз однако вам я рекомендую каждый раз когда будет инструкция поставить видео на паузу делать это попробуйте изначально сесть удобно так чтобы вы могли нажать на кнопку в нужный момент поставить видео на паузу если вы слушаете с телефона возьмите телефон в руку если вы сидите за компьютером положите руки так чтобы удобно было нажимать на клавишу паузу если в процессе упражнения у вас будут возникать сильные чувства просто проживайте их захочется плакать плачьте захочется смеяться смейтесь будете злиться злитесь давайте своим чувством время и место ставьте видео на паузу и давайте необходимым процессом завершится самое главное не забывайте глубоко дышать это помогает проживать хронические эмоции и так мы начинаем сейчас если вы еще не закрыли глаза пожалуйста сделайте это сядьте поудобнее расслабьтесь позвольте напряжению стекать вниз по вашему телу уходить вниз землю через ваши ноги почувствуйте как ваши ноги становятся тяжелыми как будто начинают проваливаться в пол очень хорошо и сейчас перенесите свое внимание на веки ваших глаз века это самая маленькая мышца вашего тела точно так же как вы можете напрячь любую мышцу вашего тела вы можете также ее полностью расслабить это что вам сейчас нужно сделать это полностью расслабить веки глаз до состояния когда они не могут открыться даже если вы этого захотите и почувствуйте как приятно это сделать полностью расслабить веки глаз расслабить мышцы вокруг глаз очень хорошо и сейчас перенесите это чувство расслабления на макушку головы направьте это чувство вниз внутрь по всему телу как теплую приятную волну позволяя каждой клеточке вашего тела расслабиться как будто бы все ваше тело обернуто в теплое одеяло расслабления очень хорошо и сейчас мы сделаем это еще два раза снова перенесите это чувство расслабления на свои веки убедитесь что они по-прежнему расслаблены и не могут подняться теперь снова перенесите это чувство расслабления на макушку головы и сейчас когда вы направите это чувство расслабления вниз внутрь по всему телу сделать это так как будто расслабляетесь в два раза больше просто направьте это чувство расслабления вниз внутрь по всему телу позволяя телу расслабиться в два раза больше очень хорошо и вы всегда можете расслабиться еще больше сейчас снова перенесите свое внимание на свои веки убедитесь что они по-прежнему расслаблены и не могут подняться перенесите это чувство расслабления на макушку головы и сейчас когда направите это чувство расслабления вниз внутрь по всему телу расслабьтесь еще больше еще глубже как будто расслабляетесь в десять раз сильнее и сейчас просто направьте это чувство расслабления вниз внутрь по всему телу расслабляясь в десять раз больше просто позвольте своему телу расслабиться для цели этого упражнения нам не нужно достигать каких-то чрезмерных уровней физического расслабления нам необходимо расслабить ваш ум ваше мышление чтобы он не мешал нам в процессе выполнения упражнения для этого мы выполним следующую технику сейчас я начну считать от 100 вниз и вы будете представлять каждую следующую цифру из каждой следующей цифрой вкладывайте в два раза меньше усилий вспоминания этой цифры в ее представления если вы действительно будете делать это тоже через несколько цифр например на цифре 97 или 96 вы сможете расслабить свой ум так полно что все остальные цифры просто исчезнут вы сможете вытолкнуть их из сознания еще раз повторюсь задача этого упражнения не досчитать до нуля а расслабить ваш ум поэтому с каждой следующей цифры вкладывайте в два раза меньше усилий представления и вспоминания этой цифры и вы заметите что это очень приятно расслаблять свой ум таким образом и так я начинаю считать 100 представьте эту цифру перед собой и сейчас вложите в два раза меньше усилий представление следующей цифры 99 очень хорошо еще в два раза меньше усилий 98 еще в два раза меньше усилий 97 еще в два раза меньше усилий 96 и сейчас просто расслабьте все оставшиеся цифры позвольте им исчезнуть почувствуйте как это приятно избавиться от них полностью расслабить ваше сознание сейчас ваш ум расслаблен и ваше тело расслаблено сейчас я досчитаю до 5 и позвольте этому состоянию ментального и телесного расслабления стать еще сильнее 1 расслабляйтесь еще лучше 2 как будто идете вниз по лестнице расслабление можете представлять эту лестницу делать по ней шаги вниз 3 погружаясь еще глубже в это приятно расслабленное состояние 4 вниз 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 5 полностью расслаблены сейчас ваше сознание расслаблено ваше тело расслаблено и мы достигли того уровня расслабления когда мы можем выполнять необходимую работу в этом состоянии образа и ассоциации приходят легко вы можете добиваться тех целей которые вы себе ставите с помощью ресурсов свободного воображения и сейчас давайте перейдем непосредственно к упражнению и обычно люди не работают с темой любви к себе просто так чаще всего они сталкиваются с нелюбовью к себе когда они критикуют себя ругают чувствуют себя нелюбимыми и переживают иные дискомфортные состояния и поэтому в этой теме мы будем работать именно с этими состояниями любовь к себе это то что возникает естественно если человек растет в любящих условиях где родители ценят принимают его действительно если задуматься с какой стати нам себя не любить ведь я это самый главный человек в моей жизни который всегда был со мной самого рождения критичному обесценивающему жестокому отношению в отношении себя мы можем только научиться у других людей только если мы будем смотреть на себя глазами этих людей мы будем испытывать нелюбовь к себе и сейчас я предлагаю вам вспомнить тот момент когда вы себя не любите если вы решили работать с этой темой значит есть какое-то состояние которое вы осознаете как нелюбовь к себе и сейчас я предлагаю вам вспомнить это состояние вспомнить последнюю ситуацию когда вы чувствовали что не любите себя обратите внимание что чаще всего это два чувства это некое критическое презрительное отношение к себе и есть состояние где вы чувствуете себя ненужным нелюбимым и так далее сейчас мы попробуем поработать с этими состояниями через внутренние части представляете две разнонаправленные силы сейчас сосредоточьтесь на этом состоянии найдите его центр и как будто вы попробуйте достать его из тела представить где-то в комнате ту часть вас которая чувствует себя нелюбимой это может быть персонаж энергия предмет что-то абстрактно мы будем говорить об этой части как части вас который чувствует себя нелюбимой мы опираемся на первые ассоциации как это вам приходит так и представляете сейчас чтобы проявить внутренний конфликт полностью я попрошу представить вас ту часть вас который не принимает первую часть которая критикует ее обесценивает ругает относится к ней с нелюбовью это также может быть персонаж энергия предмет так как это приходит к вам воображение и эту часть мы будем называть непринимающий обесценивающий критикующий сейчас мы сделаем небольшую диагностику чтобы исследовать то что проявилось мы будем использовать прием который называется диалог с проекцией я буду просить вас задавать части вопроса если будет приходить какой-то ответ ваша задача его запомнить сейчас сосредоточьтесь на той части вас который чувствует себя нелюбимой обратите внимание на то как эта часть выглядит спросите себя почему эта часть выглядит именно так если в этом какой-то символизм если вам нужно больше времени чтобы ответить на этот вопрос поставьте видео на паузу когда закончите переходите к следующему вопросу как вы думаете чего эта часть хочет в чем ее цель вы можете обратиться к части напрямую спросите чего ты хочешь и обычно приходит образ ассоциация или какая-то фраза не нужно слишком сильно усложнять этот процесс просто работайте с тем что первое приходит в голову чего ты хочешь следующий вопрос диагностики в чем потребность этой части в чем она нуждается вы также можете посмотреть на эту часть напрямую и задайте вопрос в чем твоя потребность в чем ты нуждаешься речь здесь идет как правило каком-то дефиците с которым эта часть столкнулась в прошлом любовь значимость безопасность и так далее запомните ответ если вам нужно больше времени поставьте видео на паузу следующий вопрос диагностики во что эта часть верит какие у нее убеждения вы также можете задать этот вопрос части напрямую во что ты веришь какой вывод эта часть сделала в прошлом какое решение приняла во что ты веришь если вам нужно больше времени поставьте видео на паузу следующий вопрос диагностики если в этой части модели поведения чувства убеждения других людей например ваших родителей других родственников людей из вашего окружения если да то каких кто вашей семье или окружения вел себя похожим образом демонстрировал похожие чувства реакции имел схожие убеждения вы можете задать этот вопрос части напрямую если в тебе модели поведения реакции чувства убеждения других людей запомните ответ если вам нужно больше времени поставьте видео на паузу наконец последний вопрос когда эта часть появилась в первый раз вы можете посмотреть на эту часть напрямую спросите какой была ситуация когда ты появилась какой была ситуация когда ты появилась и обычно приходит образ ассоциация или воспоминания если это произошло запомните его осознайте его если ничего не приходит в этом тоже нет ничего страшного мы можем работать с этим и без осознания если вам нужно больше времени поставьте видео на паузу продолжайте когда закончите сейчас переходите к другой фигуре часть вас которая не принимает первую критикуют ее обесценивает обратите внимание как выглядит эта часть почему именно так если в этом какой-то символизм если вам нужно больше времени поставьте видео на паузу подумайте об этом сейчас ответьте себе на вопрос в чем потребность этой части в чем она нуждается вы можете обратиться к части напрямую спросите в чем ты нуждаешься в чем твоя потребность если вам нужно больше времени поставьте видео на паузу когда закончите переходите к следующему вопросу во что эта часть верит вы можете также для простоты спросите во что ты веришь какие убеждения у этой части какой вывод она сделала в прошлом какое решение приняла осознайте тот ответ который приходит побудьте с этим столько сколько нужно если нужно поставьте видео на паузу когда будете готовы задавайте следующий вопрос если в этой части модели поведения убеждения чувства реакции других людей ваших родителей или родственников кто в вашей семье вел себя похожим образом испытывал похожие чувства верил в похожие убеждения относился к вам подобным образом с обесцениванием или критикой вы можете задать этот вопрос части напрямую если в тебе чувства убеждения модели поведения других людей запомните ответ осознайте его если вам нужно больше времени поставьте видео на паузу затем переходите далее наконец по аналогии с первой частью спросите себя когда эта часть появилась первый раз можете посмотреть на нее спросить какой была ситуация когда ты появилась первый раз какой была ситуация когда ты появилась первый раз можете поставить видео на паузу если вам нужно больше времени постарайтесь запомнить ответы которые давали вам эти части части образующие ваш внутренний конфликт и и сейчас давайте перейдем непосредственно проработки посмотрите на ту часть вас которая обесценивает первую часть критикует не принимает скажите ей я тебя вижу я тебя вижу тебе больше не нужно и назовите что эта часть делала для вас ругала осуждала обесценивала критиковала тебе больше не нужно я вижу что ты нуждаешься в и назовите ту потребность которая возникла у вас в диагностике я вижу что ты нуждаешься в и назовите потребность я благодарю тебя за твою помощь я благодарю тебя за твою помощь сейчас уже другое время я разрешаю тебе помогать мне по-другому сейчас уже другое время я разрешаю тебе помогать мне по-другому вы можете поставить видео на паузу и дать трансформация завершится если в тебе есть что-то не мое что относится к установкам и чувствам других людей я с уважением возвращаю это им вы можете представить образ или символ той энергии которая в этой части не относятся к вам критика осуждение непринятия представьте людей от которых вы это чувствовали и верните это и таким образом отделяя свои внутренние части от интерактов других людей можете сказать им ваше отношение ко мне ваше мнение обо мне я оставляю вам ваше отношение ко мне ваше мнение обо мне я оставляю вам и положите этот образ или символ к их ногам если вам нужно больше времени поставьте видео на паузу позвольте трансформации завершится и сейчас переходите к следующей части части которая чувствовала себя нелюбимой сосредоточьтесь на ней скажите ей я тебя вижу я вижу что ты нуждаешься в и назовите ту потребность о которой шла речь диагностики я вижу как ты нуждаешься в и назовите потребность мне жаль что ты не получала того в чем ты нуждалась мне жаль что ты не получала того в чем нуждалась сейчас уже 2000 и назовите текущий год сейчас уже 2000 и назовите текущий год теперь о тебе буду заботиться я теперь о тебе буду заботиться я я больше не буду тебя отвергать я больше не буду тебя отвергать если вы критиковали эту часть осуждали ее можете также сказать я больше не буду и приговорите как раньше вы к ней относились если нужно поставьте видео на паузу продолжайте когда закончите я разрешаю тебе быть собой я разрешаю тебе быть собой мне этого достаточно мне достаточно тебя такой или такого какой или какая ты есть мне достаточно тебя такого или такой какой или какая ты есть я люблю тебя таким или такой какая ты есть я тебя люблю ты это я а я это ты и в моем сердце есть хорошее место для тебя ты это я а я это ты моем сердце есть хорошее место для тебя я буду учиться заботиться о тебе любить тебя любить тебя ценить тебя баловать тебя и сейчас представьте как вы обнимаете эту часть прикасаетесь к ней физически как будто бы она находится прямо сейчас перед вами как будто бы она находится прямо сейчас перед вами даете ей ту любовь поддержку ощущение ценности в которой она нуждалась прикасаетесь к ней прикасаетесь к ней и заботитесь о ней и вы можете сделать это любым удобным для вас способом через слова или прикосновения дайте этой части именно то в чем она нуждалась безусловное принятие безусловную любовь дайте трансформация завершится это очень важный этап когда закончите продолжайте сейчас еще раз посмотрите на эту часть и сейчас вы можете сделать ей любой подарок подумайте что бы вам хотелось подарить этой части как правило первая ассоциация самая важная и этот подарок как правило это символ того ресурса который был нужен этой части и сейчас просто сделайте это подарите это ей просто созерцайте этот образ как она себя чувствует когда вы ей дарите это так как будто бы вы смотрите кино в активном воображении просто наблюдайте если вам нужно больше времени поставьте видео на паузу продолжайте когда закончите и сейчас если в этой части есть модели поведения чувства убеждения реакции других людей из вашей семьи или вашего окружения кто чувствовал себя таким же нелюбимым вы можете вернуть это тем кому это принадлежит представьте образ того человека или людей которым относится это чувство или модель поведения скажите им я с уважением возвращаю это вам или тебе я больше не хочу нести это вместе с тобой на самом деле мы с тобой разны у тебя свои чувства а у меня свои и вы можете представить образ или символ тех чувств модели поведения которые вы несли благодаря этой фигуре и вы можете вернуть это им или ей или ему просто положите это к его или ее ногам поставьте видео на паузу и позвольте трансформация завершится когда закончите примите эту часть в свое тело найдите ее место где она отныне будет жить в своей новой форме и просто поместите ее туда позвольте ей войти в свое тело почувствуйте как это для вас что вы чувствуете побудьте с этим столько сколько хочется и продолжайте когда закончите сейчас если есть еще что то что хочется сказать или сделать в отношении этого образа этих частей вашей личности вы можете поставить видео на паузу и сделать или проговорить все что еще хочется сделать или сказать побудьте с этим столько сколько вам нужно поставьте видео на паузу если необходимо на этом это упражнение подошло к концу побудьте с этим столько сколько вам нужно и потом постепенно возвращайтесь здесь и сейчас пожалуйста напишите обратную связь об этом видео в комментариях поставьте этому видео лайк подпишитесь на канал если вы захотите отблагодарить автора этого видео отправьте эту запись тому кому она действительно нужна напишите на канал наверняка в вашем окружении есть люди для кого это тоже будет полезно пусть вы ваши близкие и все люди на земле всегда будут счастливы и здоровы с вами был евгений базаров благодарю вас а и Продолжение следует...